здравствуйте дорогие друзья с вами разжевалова наталья мы продолжаем работу над принтом с лилиями я немножечко сделала листву потому что тут ее очень много и не хочется одним и тем же как бы занимается очень много времени то есть вот тут мы начинали с вами стебелек я закончила еще листики вот влево и вправо от этого стебелька сделала вот этот стебелек и от него тоже листики здесь нужно быть внимательным и смотреть какой листик выше какой ниже то есть где-то даже под стебельком проходит вот тут вот листик под стебельком его делать тогда нужно сначала и некоторые листики я сделала ленточкой более узкой здесь я сделала начало и конец стебелька то есть принципе вот для этого цветка уже все готово то есть его уже тоже можно вышивать здесь вот к этому цветку я немножечко еще не добралась то есть специально оставила небольшие вот здесь вот участки чтобы показать вам вот эти два цветка они практически одинаковые они но фактически смотрят на нас то есть они расположены в анфас чуть-чуть у них есть наклон вот у этого вниз у этого влево но в принципе делать их можно абсолютно одинаково поэтому мы сегодня сделаем вот этот цветок как я обещал потому что здесь есть моменты когда заходит на вот этот цветочек лепестки тоже какие-то моменты с листьями вот этот цветок я показывать не буду потому что он ну абсолютно такой же как этот то есть по аналогии вы будете делать также также еще вот смотрите насчет листвы и какой момент некоторые листики заходят на вазу я их все-таки решила вышить но вы можете сделать вот несколько листиков в виде аппликации и немножко просто его подкрепить мононитью но вот я все-таки хочу сделать максимально в виде вышивки вот эту работу и так мы сегодня сделаем вот этот цветок и несколько листьев на следующем занятии мы все-таки вот этот цветок возьмем потому что он вот хоть и похож вот на этот но здесь немножко по-другому лепестки как-то все-таки посложнее следующий уже урок у нас будет посвящен тонировки цветов потом тычинки и пестики и я покажу новые совсем материалы которые тоже можно использовать это покупная пыльца и глиттеры то есть еще один вариант как можно делать тычинки тоже будет интересным и затем уже останется у нас вазы и мелкие детали то есть вот такой у нас обширный план и так сегодня еще раз хочу показать вот те работы что мы уже с вами сделали то есть у нас фактически цветок вот такой единственное что у нас нет острых краев то есть либо можно лепесточки подгибать как мы делали обратный ленточный стежок вот так внутрь либо делать просто прямые стежки либо какой-то вот небольшой отворотик то есть прямой стежок с большим таким объемом сейчас мы посмотрим несколько вариантов дальше если вы хотите то не обязательно делать вот все как показываю я я кстати вот оформила вот этот цветочек один который мы делали в виде аппликации в рамочку сделала вот ему два листика и сделала такую небольшую картину как маленький презенте к она вполне подойдет тут есть у нее и ножка и есть у нее крючочек вот то есть вы можете если хотите делать и вот такие лепестки то есть это лепестки отдельные в виде аппликации и вот один лепесток мы делали заворачивали внутрь то есть вот именно такой вариант больше подходит для этой картины потому что тут все цветы такие и так мы с вами приступаем сначала к зелень и отвечу сначала на вопрос еще вот по цветам ленты вот ленточка и 12 и 25 миллиметров это фирма дамское счастье и номер и здесь и здесь 110 вот 110 и тут 110 хотя они чуть-чуть отличаются а вот эта лента я ее заказывала у елена гатунок который печатает принты но вот я не могу понять что это за номер то ли 3586 то есть это называлась лента цвета хаки то есть если вы захотите очень красивый кстати цвет то поищите тогда в альбомах у елены гатунок потому что мне такие вопросы вот по лентам задавали здесь у нас интересный момент какой вот от этого бутончика идет веточка и вот тут идет какая-то веточка но куда она идет непонятно то есть я так подразумевая что вот это наверное и есть ветка к этому бутону потому что к цветку у нас идет стебелек здесь тут какой-то маленький листик который заходит под цветок поэтому мы его должны тоже сейчас сделать вот эту веточку тоже мы должны сделать и вот этот листик который идет под следующим цветком сегодня мы его делать не будем но я уже хочу вот закончить вот этот угол тут потому что у нас как бы они между собой все связаны вот я начну отсюда потом пройду сюда вот сначала постепь значит кончик хоть я его уже и подожгла чтобы он у меня не пролетел но я все равно его еще наизнанке подпаливаю чтобы он не крутился и так мы сейчас делаем вот этот маленький отрезочек стебля просто буквально вот два виточка делаем он уходит вот сюда куда-то под резную нашу необыкновенную вазу сейчас еще вот можно подтянуть потому что к особенно когда совсем маленький стебелек он может либо слишком сильно закрутиться либо наоборот слабо так и отсюда почти вот из точки где выходит вот этот вот я так все таки думаю стебель мы продолжаем этой же лентой скрутка в принципе она вот даже уже сама скручивается и там подлезть под лепестком я все таки зайду в ткань и тогда нам не будет нужно вот этот стебель потом формировать специально то есть вот он идет тут он тоже как бы идет и приходит к нашему бутончику варианты тут могут быть разные то есть я показываю как бы один из возможных случаев как это все можно делать и листья можно делать в другом порядке и цветы можно делать в другом порядке здесь для меня вот сейчас важно показать вам разные варианты как делать именно сами вот эти цветы потому что есть тут сложные такие моменты когда цветы расположены с боком полубоком и так далее но какие-то моменты можно менять и очень даже будет хорошо если вы сделаете картину по этому же принту но у вас будет совсем другая работа с каким-то своими придумками интересными то есть образец он полезен конечно но в то же время всегда ценится творчество так смотрите тут я отрезала ленточку потому что тут далеко а здесь мы будем делать лепесток уже ленты широкой вот тут выходит маленький листик вот тут идет вот такой лист изогнутый причем он вот даже вот сюда загибается но вот такой загиб сделать сложно поэтому я сейчас сделаю так вот здесь неважно нам какая будет часть вот этого листика которая под цветком поэтому я одной и той же ленты 12 миллиметров пройду сейчас вот отсюда тут вот он лег изнаночной стороной пусть очень хорошо то есть вот они листики у меня где-то они перевернулись где-то наклонились это очень хорошо вот тут получается цветок он как бы на листик заходит и вот этой частью и вот этой частью поэтому мы обязательно вот этот листик делаем заранее если нужно где-то мы его можем подшить ну вот все таки я его сюда загну потому что иначе здесь будет у нас вот это вот непонятная петля что это такое так пока я приколю булавочкой но потом у меня здесь будет цветок который в принципе вот этот листик закрепит и возможно его и не нужно будет даже совсем подшивать то есть вот мы подготовили вот эту часть еще один листик широкий вот здесь сделаем так ну вот смотрю в принципе похожие они эти ленты я их чередуют а такой листик используют а такую ленту то такую здесь я хочу проколоть вот этот вот стебелек лучше придерживать его пальчиком потому что вместе с лентой вы можете вот этот стебелек ну как бы вытянуть сильно и затянуть так выявила здесь тоже какой-то необычный листик вот он видеть как загибается и вот сюда я не думаю что уж прям вот нужно со стопроцентной точностью все повторить то есть вот такой загиб такой лентой мы не сделаем конечно можно ниточкой как-то я все-таки почти на всех широких листиках делаю вот такую небольшую полосочку до складочку потому что она явно вот тут есть то есть он как бы сложен немножко пополам если вам не нравится зажигалкой то вот совет такой можно взять просто отрезок ленты сложить его пополам в какую сторону если вы делаете вот так как я то лицом внутрь и утюжиком прогладить всю эту ленту там сантиметров 50 допустим и у вас на всей ленте уже будет сразу вот это вот складка можно так я вот сделал буквально тут пять сантиметров для того чтобы только вот эту часть листика было видно так вот с этим листиком конечно можно тоже по-разному можно его вот сюда вот так и загнуть но вот такой вот уж угол и такой большой хвостик я делать не буду то есть нужно вот сейчас посмотреть какой примерно длины вот этот загиб то есть загиб у меня будет не настолько узенький вот этот конец так если потом он вот этим вот цветочком закрепиться хорошо если нет то опять-таки немножко его можно подшить так вот в принципе с зеленью посмотрите все 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 у нас готово то есть везде зелень есть где-то есть только вот булавочки которые показывают что немножко нужно что-то доработать сегодня я покажу вам еще один новый способ как можно сделать цветок в анфас почему я хочу сделать новым способом потому что у меня лента вся 25 миллиметров на первой работе мы там чередовали более широкую ленту и более узкую поэтому каждый лепесток мы здесь делали отдельно кто не видел посмотрите вот эти мастер-классы все в плейлисте по вышивке лили и и здесь у нас плюс еще не нужно делать вот обязательно острые концы поэтому будет своя специфика такой способ можно использовать только если ткань основа у вас не белые не просвечивает то есть мы сейчас цветок будем делать одной лентой и делая переходы по-изнанке то есть что у нас будет у нас есть три более узких лепестка и есть три более широких лепестка но вот так не очень красиво но смысл просто покажу то есть мы вот эти лепестки широкие должны расположить так чтобы они были выше их можно выводить поближе к серединке но оставлять все равно место для тычинок вот эти лепестки они будут ниже и их можно выводить чуть ниже и большие лепестки можно делать от центра края и потом по изнанке переходить и здесь сделать простой прямой стежок а вот тут мы можем делать либо прямой стежок тоже с таким объемом большим либо можем делать обратный ленточный стежок чтобы у нас был такой вот загиб вовнутрь потому что у нас все лилии такие вот с округлыми кончиками и так рассматриваем цветок цветок у нас вот здесь три верхних лепестка вот тут три нижних лепестка значит я буду хоть и начинать с верхнего лепестка но буду делать так чтобы нижний лепесток лег ниже и и чуть дальше его можно от центра то есть я вывожу ленточку здесь вот я хочу все таки делать вот такой вот изгиб как мы с вами делали как называли мы это обратный ленточный стежок то есть у меня будет округлый стежок с таким большим объемом дальше в принципе цветок вот он небольшой поэтому ничего страшного если мы сюда заодно мы вспоминаем что вот тут у нас и как раз нужно прокалывать этот вот листик прокалываем листик прокалываем листик и делая такой округлый конец чтобы он был не острый делаем соседний лепесток мы себе заранее смотрим вот здесь вот какую область нужно оставить можете даже сам исчезающим маркером в принципе даже на принте нарисовать куда мы должны попасть но делаем вот этот стежок чуть короче и как бы под первый лепесток нам удобнее все равно начинать с лепестков верхних поэтому просто под него немножко вот так заберемся так теперь мы делаем вот этот лепесток он верхней мы начинаем опять от центра чуть ближе к серединке и повторяем все то же самое что мы делали стараемся только на изнанке не закрывать вот эту вот серединку то есть если подпаливаем там ленточку то в сторону от центра делаем опять обратный ленточный стежок вот так вот его удобно прямо уложить и и отступить ну где-то там 8 может быть миллиметров или даже сантиметр в каких-то случаях чтобы лепесток вот туда загнулся и лег вот таким образом вот то что он ленточный вот этот конец он будет его держать то есть лента не будет туда уходить наизнанку то есть вот эти лепестки их видно они у нас более высокие а вот этот пониже и мне осталось сделать 3 лепестка я могу начать с того же места где вот я остановилась конец я просто опаливаю и даже хорошо что он будет у нас вот с краю то есть это у нас нижний лепесток я стараюсь его вывести тоже так чтобы он был округлый но прокалываю чуть дальше от центра и как бы под тем лепестком который у нас ну как бы чуть больше должен быть вот тут лепесток такой довольно объемный здесь я делаю точку чуть ближе но оставляем место для тычинок помним про тычинки на изнанке обязательно щупайте чтобы там не было лишних петелок каких-то вот от этой ленты до этой то есть там маленькая перетяжка но тоже здесь лучше чтобы выход ленты тоже был широкий а здесь мы ведем вот эту вот тень мы ведем вот сюда то есть лучше даже проколоть вот тут листик уложить вот так загибом ну примерно в центр ленты я делаю конечно вот этот прокол но если цветок допустим сильнее наклонен то можно и не в центр ленты вот за счет того что не острые концы в принципе у нас даже не настолько похоже на лилию как просто похоже на какой-то цветочек такой более обычный просто из шести лепестков потому что все таки мы привыкли больше к лилиям таким острых конечно но когда мы сделаем тычинки которые будут типичны именно для лилии то будет очень все похоже так и здесь вот нижний лепесток я выведу отсюда тоже закреплю вот этот листик он такой длинный и это у нас нижний лепесток чуть его можно дальше от центра и как бы нижним слоем под те два лепестка то есть этот лепесток он чуть меньше сейчас главное выделить вот эти три верхних лепестка чтобы они были выше и они так в общем то и смотрятся более широкими за счет того что они выше и три нижних лепестка ну вот такой получился цветок пока это не лилия я соглашусь пока это просто такой цветочек но с тычинками тычинки подготовила я уже очень интересные с тычинками это будет похоже на лилия значит вот такой цветочек делать можно абсолютно так же то есть здесь мы делаем вот эти три лепестка верхними три лепестка нижними если таким же способом то можно начинать с любого то есть сделать большой потом сделать внизу маленький сделать большой сделать внизу как бы маленький сделать большой в зелень сюда и сделать маленький вот тоже отсюда то есть он заходит на листик итак спасибо за внимание с вами была разжевалова наталья желаю всем успехов в творчестве а также всех благ всего хорошего и здоровья крепкого и успехов во всем до свидания до встречи в новых выпусках мастер-класса по вышивке лили и